А вы вообще за Волочку или против него? Не, ну как можно быть за убийцу, за узурпатора власти, за того, кто не соблюдает права человека, за того, который уничтожает гражданское общество, любую оппозицию? Как можно быть за такого человека? Все, я помню. Владимир Владимирович. Да-да, слушаю вас. Когда у нас это? Крепостное право. Когда, когда? Все. А, снова? А его что, отменили? Да. Так это что-то так, сказали, что отменили. На самом же деле, все как было, так и есть. Да вот нет, я хочу, чтобы прям у закона не все было. А вы хотите быть рабом или вы хотите быть рабовладельцем? Рабовладельцем, конечно. А почему? А если вы окажетесь рабом? Я не окажусь. Почему? А почему окажусь? Я, я, ну нифига себе. У вас какая-то династия такая интересная? Да, Людовиков V. А, так вы француз? Ну, в принципе, как и многие-многие в России. В России уж стоили кто? Немцы француз. Немцы французы? Вот сейчас этих понабежал, они русские. Вообще ужас. Куда? А кто такие русские? Я не знаю, кто такие русские. Вот я недавно общался с парнем, он бурят. Он говорит, я русский. Я говорю, ну как же вы русские, если у вас родители бурят? Ну, это я русский. Ну, вот я русский. Вот, а вот эти вот бородаки, вот эти вот доходят, и что? Дорога, вот эти не русские. А какая есть у русских особенностей какая-то особенность? Что этих людей отличается от других людей? Белые, белые. Но есть же белые, черные. В Скандинавии тоже белые. А если вы по отношению каких-то других людей тоже темные, то есть ваше тело темнее, чем кого-то, то есть они белее, чем вы. они выше и раз они лучше чем вы получаете я не говорю что кто-то лучше я говорю просто вот то что они вот тут есть а к себе это где это куда вот они родились наверное но вы про кого говорите например казахстана почему на казахстан а вот если чечню например люди ищите тоже должны чечне это вообще отдельно это вообще это не россия правильно не они не просто просто у них вот манера общения такая вот своя вот мне нравится она нет но манера общения есть разная культура например да и я скажу так же если люди в чечне например да но это же не все такие вот я на приобщаться с людьми из чечни но образованные нормальные хорошие люди никто же нужно отправлять все равно на первый взгляд так кажется пока дело до чего-нибудь дойдет они сразу все нет я думаю что вы просто мало общались с такими людьми я достаточно общался достаточно получала в принципе с меня хватит я думаю а сказать а может быть было за что может быть то есть вот вы себя так вели или провокационного но смотрите вот вы начали разговора сказали пусть уезжают там к себе или там я их не люблю вот я вообще отношусь к темнокожим вот вот так то есть может поэтому к вам такое отношение что вы себя изначально ставите выше больше других я не говорю про у них у них просто не вы думают то что типа вот их много все они сделают и все самоуверенное короче себя но скажите что нет русских таких которые тоже вот самое настоящее вот необразованные матерятся пьют дерутся избивают могут убивать женщин разве таких мало не есть но просто вот то что вот они толпой любят нападать как шакал но вот я не знаю как то где шакалы вот я видел ролики до когда были митинги и когда полиция разгоняла я видел одного только парня чеченца который встал и со всей со всей полиции дрался вот единственный все остальные снимали на телефонах русские как вы это объясните на почему тогда когда происходит что-то то все стоят стороной и как правило снимают с телефона включат позор ничего не сделать а вот парень чечни вот он реально достойно свежим и храна и счет такие он в том что уже то не забыть и пыш но ничего не дай бога не он пойдет ну а вы бы хотели чтобы в россии жили только какие нации вот что только чтобы одни были русские все да нормально кстати тоже тема нормального да я уважаю то есть немцы пусть живут в россии да не на нем не решать конечно же ну а так немцы дом и чё такие народы там веселые девочки у них красивые мелочке ну а при кёнигсберг например взять заселить только немцами а потом провести референдум и сделать слова какие-то умные не понимаю почему референдум это что-то там на сложно ну как в крыму сделать такой псевдо референдум то есть сказали людям сейчас крым теперь будет путин заявил свой народ и сладкий спросил ну да тоже нормально вот так кстати возвращаясь крепостному праву зачем рабов спрашивать путин захотел крым да говорит я сейчас то буду делать специальную операцию а зачем не свой народ спрашивать я сделаю все а потом говорю а теперь крым наш а зачем мне рабов спрашивать о том хочу ли я что-то присоединять к россии или не хочу этаж крепостное право еще не отменили по сути ну а я ничего плохо кому им ну вот кто на в крыму живет еще плохо так это уже второй вопрос но важно не спросили вот личного спросил путин ребята я хочу крым а вы такие а почему он будет вот я хочу а вы такие ему так а потом же пенсионный возраст нам поднимут за крым а вот ну и что долго же будет по 75 и санкции будет на россию а вот такие ну и что пожалуйста делать ну я вот считаю в крыму намного лучше стало после этой темы все после такой темы сей кому кому лучше опять-таки мостик построить ну а за чьи деньги строили этот мостик вы знаете государственные деньги за наши а в россии есть в россии есть очень много мест которые вообще ничего не построена там нет просто мостика нет там люди чешок через речку пройти они деревяшки кладут такие вы знаете чтобы пройти с одного места другой а в крыму так чтобы глаза глаза замылить вот построили вот какие мы великий и могучий а полстраны не то что без мостик там же где деревяшки кладут там же людей живет на сколько человек 100 макс а если 100 человек живет не нужно не нужно ничего строить да нет но я просто чтобы приоритет выставлять как бы деньги направлять более нуждающий да но дело в том что крымчане не были крымчане не были россиянами то есть он построил мост ну скажем так он путина его друзья и команда да взяли деньги с налогоплательщиков и построили мост да а по сути эти люди которые жили в крыму это ну украинцы потому что страна как не все граждане украине хорошо граждане украине не не по нации не по национальности а именно по гражданству они были граждане украины а путин такое сейчас мы их представим построим и для этих людей мост здесь так он говорит да если так логически на это смотреть но при этом у меня есть регионы в россии в которых не просто мостиков нету а там асфальта нету даже то есть люди не могут на машинах там ездить а путин будет а зачем вам машина есть у вас дорог нет тоже нам говорит так путин слышали это да ну а все все же президент же он один как бы как он будет все контролировать это все-таки сложно да но назначает а он губернатор назначает кто президент на что он отвечает если там были выборы народ будет спрашивал народ бы спрашивал губернатор у нас есть проблема значит где-то в этой всей цепочке есть проблема которая не говорит что могу волочь кто он сам не может ездить во все округи округа там этом дел много он за не только там особняк себе построил что у него там он на на рту машинки все-таки да ну да значит про проблемы вот в депутатах вот в ком-то вот из этих вот людей а вообще среди депутатов есть нормальный вообще вот вы можете назвать кого-то вот этот депутат хорошего работу учитель мою школу прикольно а он депутат на депутатом страна у меня в городе да прикольная женщина веселились в школе веселиться класс мы смотрим то есть водка наркотики до начислить хотела меня на меня вызвала и мы сидели на полчаса в кабинете просто смеялись в итоге она решила меня оставить позитивно она сейчас позитивно иначе можно в депутат идти да то есть ну не важно там депутаты есть хорошие люди говорю там хорошие да с ней веселый с о чем поговоришь как как человек она нормальная и хорошего дня а что депутат должен такими качествами депутат должен обладать вот сам главное это справедливостью депутаты должна быть а в россии вообще есть справедливо сегодня в россии где откуда нельзя ты поставишь права еще не отменили да я в этом не разбираюсь кассе а что нужно сделать хорошо а что нужно сделать для того чтобы в россии появилась эта справедливость если какие-то рецепты у вас ну чё там на автомате там путин было бы неплохо интересный поворот следит плохо следит плохо вообще какая политическая сегодня жизнь в стране как вы видите если по ручке говорить все на самом деле а какие изменения возможны или вообще нужны ли они возможно здесь кроме президента поминать больше ничего тут невозможно ничего не имеют темы хорошо а ментальность людей или образ жизни образ образ их мыслей ведь эти же люди и поддерживают путина правильно таниш в принципе вот он все что делает это он делает с разрешения скажем так население страны потому что если я народ дает делать это на чем делает как по какой решение какое разрешение если я скажу вовка уходи он идут смотря как сказать ну смотрю так сказать невежливо сказать но смотрите в украине в украине сказали люди и он ушел и как он не пытался а у нас сказали люди их посадили но также тоже садили сначала он тоже говорил не уйду и садил репрессии были слова а потом люди сказали все равно уйдешь но это опять петельки начинать поэтому что за покупали автомат пока 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 путин не уйдет а вы думаете он уйдет так уж сказали надо выходить на митинге надо добиваться вот будем делать решать а как вы думаете сколько людей в россии поддерживают то что вы говорите реально я думал надо то что надо вот мы путина это сверлить да думаю много много это половина больше половины больше половины по любому то есть так больше половины вот это вот масса людей которые больше половины настолько такая аморфная да настолько никчемная что она ничего не может делать ну смотрите в москве когда проходили митинги люди бегали с телефонами и кричали позор их заталкивали в автозаке никто ничего не делал а где же это все большинство где же эти люди которые могут что-то менять так наверное страшно потому что если тебя могут посадить хорошо тогда такой вопрос в какой момент у людей пропадает страх что должно произойти вот почему например вот в других странах когда происходит какой какие-то изменения в стране они происходят именно с с храбрости народа скажем так народ перестает бояться и народ действует и делает что-то ну так вы видели то что у нас показывают то что как сажают конечно страшно будет с тобой что же может такое случится ну конечно но вам не кажется что это все делается именно для этот вот эти репрессии именно для того чтобы запугать что вот власть совершает она ничего нового не придумывает она делает то что в принципе делают многие диктаторы или те которые авторитарного режима правители именно те же самодействия запугать посадить у них же других рецептов нет скорее всего именно так и есть ну а вы я не за вы можете голосовать а вы вообще за молочку или против него не ну как можно быть за убийцу за узурпатора власти за того кто не соблюдает права человека за того который уничтожает гражданское общество любую оппозицию как можно быть за такого человека а вы работаете где-то да сейчас нет я дома это домашний офис до ленты спасибо сделал я понял что все доброго до свидания не понимаете молодежь так думать но в этом еще есть очень большая это даже не ошибка это ментальность да мы начали разговор с того что какие люди такого цвета какой национальности а ведь гражданство по сути играет очень большое значение чем меньше в обществе вот такого плана разногласий а больше люди объединяются в какие-то идеи в какие-то что-то хорошее да при этом несмотря на то как такие у человека глаза какого он цвета и так дальше то эта страна способна больше делать и когда права человека не ущемляют и когда люди свободно могут создавать и когда власть непостоянная и она знает что она непостоянная вот тогда возможно какие-то изменения возможно что-то делать что и происходит сегодня во всех нормальных свободных странах как-то так друзья я вам всем желаю как всегда добра любви счастья благополучия понимания и мы с вами скоро увидимся пока а а а